Ученица 4 класса Малаховской школы во время перемены не сидит в телефоне, не бегает по коридорам, а заботливо поливает рассаду. Через несколько дней дети пересадят ее в открытый грунт на школьном огороде, а пока здесь сеют свеклу и морковь. Можно девочки посадить маленькими кучками на расстоянии где-то 5 сантиметров. Вот смотрите, несколько раз зернышек в одно место, потом дальше отодвинули ручку и на таком расстоянии, чтобы нам реже ее было прорывать. Хорошо? На пришкольном участке выращивают зелень и все виды овощей. Так ученики младших классов сеют горох и кукурузу. Старшеклассники выполняют всю остальную работу, включая посадку и копку картофеля. Ну работа есть, работа что умеет, убегает что ли? Я к этому отношусь нормально, со временем становится интересно, потому что понимаешь, что это ждет и в будущем. Разные культуры сеяла? Да. Какие? Свекла, морковь, картофель, капуста, помидоры, огурцы, тыква. Этот участок не весь школьный огород. Для выращивания картошки есть еще надел в 30 соток, который выделил местный аграрий. А на территории школы два года назад дети вместе с учителями заложили плодово-ягодный сад. У нас здесь произрастает черная смородина, красная смородина, жимолость, яблони. С этой стороны у нас тоже заложен сад яблонь и полукультурок. В том году мы уже собрали урожай жимолости и черной и красной смородины. Из ягод в школьной столовой варят компоты, из овощей самые разные блюда. Весь урожай идет на питание учащихся. Хватает его до апреля. В общем-то это, конечно, хорошо, когда есть свои овощи. Это для питания детей полезно. И в то же время, конечно, экономично в том, что мы 25% от родительской платы у нас именно покрывается за счет этого огорода нашего. Школьный обед здесь стоит 21 рубль. Это в 3-3,5 раза дешевле, чем в Барнауле. И такой экономией отличаются все школы Косихинского района. При каждой из них есть огород площадью от 20 соток до гектара. На развитие приусадебных участков обратил внимание депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он считает, что для сельских школ, а таких в крае порядка семи сотен, огороды могут стать реальным подспорьем экономии, как для семей, так и в целом для бюджетов муниципалитетов. В условиях санкции необходимо обеспечить детей полноценным питанием и при этом еще и сдержать нагрузку на семейные бюджеты. Поэтому сезон полевых работ на пришкольных участках уже стартовал. И надеемся, что погода не подведет. А у муниципалитетов как раз останется время для того, чтобы подготовить все необходимые условия для хранения будущего урожая. Каждую школу района курирует один из местных сельхозпроизводителей. Аграрии оказывают всю необходимую помощь, будь то земля, техника или склады. Иванов, она трудилась, она участина, холодильник, правительный, все равно у нас уходы. И если нет возможности, например, нет хранения, помощь хранилища, в основном они есть. Но оказывают в этом услугу тоже сельхозтоваропроводители. То есть здесь контакт налажен. Шефство над Малаховской школой взял на себя аграрно-производственный комплекс «Союз». А чего мы хотим тогда получить с ребенка, если он все будет получать готовенько? Он понятия не будет иметь о том, что происходит. В такой ситуации скоро дети будут считать, что мясо растет на деревьях. Сельхозпроизводители района считают, что общественно полезный труд школьников нужно возрождать повсеместно. Говорят, от такой идеи сплошные плюсы. Школьные обеды качественные и недорогие, А дети, приученные к работе, знают основы сельского хозяйства. А значит, в будущем смогут прокормить и себя, и страну. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.